Друзья, всем привет, Джука Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Вот сейчас смотрю на себя, такой нестриженный, блин, не бритый, но сейчас реально просто тупо на это нету времени. Сейчас такая движуха на крипторынке, именно та движуха, которую мы так давно ждали, которая дает зарабатывать хороший процент. Мы сегодня с вами обсудим вот эти движения биткоина, этот хайп, эту истерию, движения по альткоинам, как на них можно заработать, как уже мы заработали на них, какой у них есть еще потенциал. Первый момент наверху будет опрос. Мне очень интересно, как много здесь новеньких людей, которые только-только услышали о биткоине, только о нем узнали, начали искать, начали гуглить. Это действительно очень важный момент, потому что здесь мы уже сидим годами, и я только этот YouTube-канал, по-моему, года два или три уже веду. И вот это вот глобальное преломление бычьих настроений пока что не подтверждено. То есть, несмотря на то, что мы сейчас пошли вплоть до 13 тысяч долларов, пока что технически у нас не подтверждено то, что у нас идет неложное преломление. Но все равно, смотрите, уже какой был пробой. Я понимаю, что тянут это на манипулятивных объемах, но это очень-очень-очень хороший момент на рынке. Да, данный момент довольно опасный, но все же есть моменты, где вот на этих движениях с высокой вероятностью можно получать неплохой доход. Для начала давайте с вами поговорим о биткоине. Биткоин сейчас действительно тянут. Тянут очень жестко. По технике видно то, что на низких объемах его затягивают до уровня стопа шортистов, и на этих шортах мы проходим какой-то следующий уровень. Потом там консолидируемся, и нас опять потихонечку аккуратненько тянут к следующему уровню стопов шортистов. Вообще, я хотел бы с вами поговорить по поводу шорт-позиции. Я понимаю, что есть такая тема на рынке – шортить. Но вы поймите, шортить на бычьем рынке, даже если это глобально ложный рост, но все равно шортить на бычьем рынке – это подсудное дело. Вас просто… И если вы соберете какой-то шорт, ребят, вам реально повезло. Причем шортить даже локальные движения сейчас нельзя, потому что действительно на рынке творится… Она контролируемая, но анархия. Это, конечно, я имею в виду биткоин. Но вот это вот движение по биткоину, оно дает реально поднять на альтах. В качестве альткоинов я выбираю только топ-активы. Действительно, я, друзья, довольно долго на рынке, и там, когда у актива капитализация, ну, не знаю, меньше 50 миллионов, даже меньше 100 миллионов долларов, как правило, это какой-то памп-актив, который очень-очень-очень не факт то, что даст вам какую-то сверхприбыль. И по факту, когда ты начинаешь вот инвестировать в такие активы, ты в любом случае окажешься в минусе. Это как в казино, в рулетке ставить на все поля. Поэтому я считаю, что если вы хотите стабильно здесь получать денежку, то ваше внимание должно быть сосредоточено на топ альткоинов. Вы должны абстрагироваться там от прострелов каких-то левых других там шиткоинов. В прошлом, позапрошлом выпуске я вас, ну, призывал взять альткоинов, потому что они были очень хороших донных значений. При этом биткоин показывал оверрост. Соответственно, объемы от биткоина, когда альта будет разницей между биткоином и альткоином, то есть биткоин будет слишком дорогой, альткоин будет слишком дешевый, объем из биткоина денежка будет переливаться в альту. Сейчас мы это с вами уже наблюдаем. И понимаете, то, что мы сейчас с вами наблюдаем, там биткоин чуть ли не по 13 тысяч, альта еще далеко не до конца реализовала свои движения. Не спрашивайте меня, в какую альту сейчас войти. Я уже позицию набрал. Ребят, которые находятся в моей закрытой группе с ежедневными обзорами, кстати, ссылка на нее в описании, позицию преимущественно тоже набрали. И сейчас безопасных точек входа в актив нет. Но я хочу вам сказать, что у альты еще есть возможность показать более высокие уровни. Давайте разберем те сделки, которые я делал и, соответственно, чего я от них жду. Именно цели. Не тейки, а цели. То есть цель, которую должен достигнуть актив, не обязательно я на ней буду фиксироваться. Возможно, я его буду ждать еще выше. Так, смотрите, у меня сейчас в торговом портфеле. И это очень важно. У меня есть торговый портфель, есть портфель альткоинов и биткоина, которые я не трогаю. Потому что всегда есть возможность того, что что-то пойдет не по плану. И всегда ты должен быть к этому готов. Поэтому, ребят, в обязательном порядке займитесь рисками. У вас всегда должна быть какая-то часть в фиате, какая-то в криптовалюте, какая-то неприкасаемая на будущее. Только таким образом можно постоянно какой-то доход получать со всего этого дела. Эта штука, я имею в виду криптовалюта, криптовалютный трейдинг. Это очень манипулятивная, очень волатильная штука, опасная. Поэтому вы всегда должны быть готовы к разному развитию ситуации. Так, ладно, по сделкам. Сейчас у меня набран Stellar Lumen. И набирал я его по 12,2 цента. Сейчас он стоит 13. Цель, которую я жду, по нему 13,5. На данный момент Stellar Lumen чисто по моей позиции дал 6,5%. Часть я фиксировал, часть оставил. Что касается Ripple. Ну вот последняя позиция 41 цент. То есть я покупал по 41 центу. Но тут я должен сказать, что по Ripple у меня более интересная ситуация. То есть, соответственно, я набирал его по 28-30 центов. Дождался 45, там продал. И перезакупился от 39 до 42 или 43. До 43. И в среднем у меня получилась набранная позиция по 41. То есть я еще и до этого по 30 покупал. Ну увеличил, я думаю, вы поняли. Соответственно, набирал Ripple по 41. На данный момент он стоит 49. Цель у него 51. А может вообще дойти он вплоть до уровня 70 центов. На данный момент по Ripple только вот от 0,41 до 49. Более 20%. Также я взял монетку OMG. Объясню почему. Ситуация максимально простая. У меня на бирже. Я торгую на CX. Ссылку на CX тоже найдете в описании. У меня есть все активы, кроме OMG. Я его решил взять, потому что он очень хорошо выглядел по быче. Ну взял. Взял по 2,3. Сейчас он стоит 2,9. 26% профита на данный момент. Какие соображения по этому активу? Это shitcoin. Вы должны понимать, что у него ни фундаменталы, ни хера нет. Вот пусть растет. Отобьет ту сумму, которая в него была вложена. Я эту сумму просто вытащу. Дальше после чего хочет, то и делает. Если он там даст какой-то оверрост, то вот так вот. Не даст. Деньги свои я вытащил. И также я набрал эфириум по 313 долларов. На данный момент он стоит 350. 12% профита. Еще раз обращаю внимание на то, что это на данный момент. Я фиксировал часть, но общую позицию, общую набранную позицию я пока не фиксировал. Потому что есть такие нормальные предпосылки пойти еще выше. И что касается того же эфириума, работать я по нему планирую с уровня 370 долларов. А потенциал у него на данном движении сделать 450 вообще вполне. Вот смотрю на эти проценты и сразу хочется сказать, что стоимость моих ежедневных обзоров и ответов на ваших вопросов всего 10 долларов. Но я тут еще пересчитал, если на 3 месяца брать, то получается 666. 6 долларов 66 центов. Не подумайте, что я там как-то агрессивно зазываю в группу. Просто она действительно копеечная и мы там действительно сейчас делаем хорошее дело. Так, смотрите, по поводу биткоина. Биткоин на данный момент тянут. Причем тянут его довольно серьезно. И его тянут до уровня, который в принципе дальше нам обеспечивает довольно крутой полет. Это уровень 13700 долларов. От 13700 у нас как таковых оверсерьезных поддержек вплоть до хая не будет. Здесь я должен вас предостеречь. Да, к этому мы должны быть готовы. Но, пожалуйста, ребят, поймите одну вещь. Рост без коррекций. На точечном вливе объемов. На срыве стопов. Понимаю, что сейчас опять начинается эйфория. Вполне. Но возьмите любой рост. Абсолютно любого актива. Не бывает перебоя хая без коррекции. В данном случае коррекция должна быть очень серьезная. И вы должны это понимать. Сейчас нам формируют новые торговые каналы по биткоину. И самое идеальное, чтобы мы зависли там в уровне от 10, грубо говоря, до 13 тысяч. Вот пусть болтаемся. Несмотря на то, что серьезная уже разворотная зона по биткоину это 10600 долларов. Она не поменялась. То есть на пробой 10600 мы уходим на серьезную коррекцию априори. Но пока нас тянут, это нам только на руку. Так как мы держим альту, эта альта уже в отличном плюсе. И чем выше нас потянут и чем мы дольше потом будем встать в боковике, тем более безумные будут доходы от альткоинов. Пока что я считаю это начало. Но стоит соблюдать риск менеджмент. Друзья, лайк, подписка, комментарий. До следующего выпуска работаем. Субтитры сделал DimaTorzok